Всем доброе утро! Да, сейчас у нас прекрасное солнечное осеннее утро. Но несмотря на утро, мы будем готовить с вами обед. Готовить будем красную фаршированную паприку, запекать ее в духовке. Фаршированную мясом, естественно, и запекать ее в духовке. Недавно на канале у меня был рецепт обычного фаршированного болгарского перца. Но там мы его сначала варили, тушили, вернее, в кастрюле, а потом уже запекали. Такую же паприку красную я предпочитаю запекать в духовке. Мне она нравится так намного больше. И это такое для меня блюдо осени. Я вообще обожаю осень. Кто-то с нетерпением ждет лето, весны. Зиму, наверное, никто не любит, очень редко кто. Для меня это самое замечательное время года. И вот одно из блюд, которых ассоциируется с осенью, это вот такая вот, когда появляется в конце августа, начале сентября красная вот эта вот паприка. И сейчас по городу будет распространяться просто везде запах этой паприки. Будут печь ее, запекать на печках, на грилях. Для того, чтобы делать заготовки на зиму. Знаменитый сербский айвар, пинжур. Просто печеную паприку. Салат из такой паприки. В общем, осень пришла. Это было такое небольшое лирическое отступление. А сейчас давайте будем готовить. Вот такие у меня шикарные перцы сегодня. Сколько у меня штук? Два, четыре, шесть штучек. Смотрите, какие они гигантские, огромные. Будут очень вкусные, когда запекутся. Сам перчик будет очень вкусный. И что я делаю? Мою их, конечно, и достаю к хвостике. Вычищаю семена сейчас. Паприка готова, подготовлено. Еще потребуется полкило мяса. Ложечка приправы векеты. Красная сладкая паприка. Черный перец. Вот такая вот небольшая кофейная чашечка риса. Соль. Я беру два лука, потому что у меня они такие маленькие, небольшие. Можно взять один. Два-три зубчика чеснока. И одна картошинка закладывать вверх паприки, когда она будет уже готова. Здесь уже у меня разогревается сковорода. Нарезаем лук и отправляем на сковородку. Рис, естественно, нужно будет помыть. Лук у меня уже обжаривается. Отправляем сюда промытый рис. Одну-две ложечки паприки. Приправу. Чеснок выдавливаю через чеснокодавку. Выключаем. Теперь беру эту сковородку и заливаю вот этой горячей смесью масло. Мясо. Конечно же мясо. И перемешиваем его быстро. Перемешали. Теперь можно еще поперчить по вкусу. Черного перца немножко добавить. И досолить. Приправа была вегето-соленая. Ну и еще немножко соли. Солим по вкусу. Еще свекровку сюда, в эту смесь, всегда добавляют еще. Меленько рубленый такой сало копченое. Ну и такой рецепт вы уже видели, когда мы варили вот фаршированный перец. В кастрюле сначала. Вот такой же красный я люблю запекать в духовке. Ну и теперь фаршируем. Каждую перчинку. До конца не набиваю, потому что рис еще распарится. Он же у нас сырой. Иногда я, чтобы ускорить процесс, немножечко отвариваю рис. Сегодня не стало. Кстати, вы можете посмотреть, наверное, самое первое видео, когда мы снимали вообще я и Стефания, моя дочка, без штатива. Самое первое видео сейчас смешно его будет смотреть. Кстати, тоже с фаршированным красным перцем. Там немножко по-другому делала его. Не обжаривая вот эту вот начинку. Кому интересно, оставлю ссылку, можете посмотреть. Буду запекать вот в такой вот жаровне. И наливаю на дно немного растительного масла. Теперь возьму вот эту вот карташинку и нарежу тонкие кусочки, которые можно закрыть вверх. Можно кусочки помидорки, если любите. Вот так. Вот как раз у меня полная жаровня получилась. Перца. Так, теперь залью сюда пол-литра. Сок такой, из томатный, обычный, без ничего. Пассату из помидоров. Воды. Воды делаем так, чтобы паприка была почти до края, вровень, можно сказать. Вот так, вровень с ней была вода. Литр воды у меня ушел. Можно немножко, совсем, буквально, чуть-чуть подсолить. И все, закрываем крышкой и ставим в разогретую духовку на 220 градусов. Когда пройдет где-то час 10, час 20, откройте паприку, крышку. Вот соус уже тут такой достаточно варился немножечко. Можно влить туда сливки, по желанию, если хотите, будет томатно-сливочный соус. А можно просто оставить и пусть на еще минут 20-30 протушиться, чтобы соус стал более густой. Вот такая паприка у меня в итоге получилась. Я ее достала. В общей сложности она у меня готовилась 2 часа. Немножечко подпеклась. У меня я уже не стала ее закрывать. Хотелось, чтобы соус варился, немножечко был погуще. Чтобы можно было поливать сверху вот эту паприку. И если желаете, можно со отварной картошкой ее подать. Очень вкусно будет вот таким вот соусом сверху полить. Можно было даже пораньше открыть крышечку, чтобы он еще более густой стал. Такая гигантская, что неудобно ее накладывать. Продолжение следует... Всем желаю удачи на вашей кухне. Удачной вам паприки. Спасибо всем за внимание. Кто сегодня был со мной, готовил со мной, подписался на мой канал. Обязательно напишите в комментариях, какие блюда лично у вас ассоциируются с осенью. До скорой встречи на моем канале. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok